Песня о городе-герое Севастополе Шестой этап эстафеты Салют Победы прошел в городском округе Руза, который впервые присоединился к патриотическому марафону. Такие проекты сейчас необходимы нашей стране как никогда, считает Татьяна Одинцова. Как никогда вовремя мы показываем уроки мужества. Не только перед 9 мая цели эстафеты Салют Победы, а показать каждый день, как живет наш победитель, наш воин Великой Отечественной войны, тот, кто стражался за нашу победу. Слова песен о войне бессмертны. В сохранившихся письмах подлинное описание боев, горечь потерь, надежды и вера в победу. Всю боль и трагедию ужасной войны юные участники концерта постарались передать в танце. На подступах к Москве в Рузе тоже шли тяжелые бои. Находки поискового отряда поселка Тучково «Эхо войны» немые свидетели того страшного времени. Выдвинулся к границе 22-го, 6-го, 41-го года. Писал в вагоне. То есть прям надпись все... Это делал он, да. Вот год рождения его. Даже здесь вот на фляжке есть призван в 40-м году. Такие вещи самые ценные. По ним можно установить данные, вернуть имя солдата и передать о нем весточку родным, говорят поисковики. Это очень большое патриотическое движение. Я рад, что это возрождают. Как раньше было, это очень было развито. Потому что в России после 90-х оно как-то забылось. А сейчас за это я рад, что это начинается возрождаться. Что такое война, Александр знает не понаслышке. Военный летчик в 86-м служил в Афганистане. Сегодня принять символы эстафеты для него большая честь. Теперь он передаст их в родной Звенигород, город воинской доблести. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.